Дата рождения 27 октября. Вес 2,410. Вместо имени матери одно слово. Найдёныш. Вот и вся информация на бирке об этом маленьком человечке. Без имени и без родителей. Врачи говорят жуткую фразу. Спасибо ей, что хоть не убила. Кто она, сейчас устанавливают полицейские. Сотрудники уголовного розыска, участковые, инспекторы ПДН и кинологи. Все ищут мать. Сумку с завёрнутым в одеяло малышом вечером обнаружили на крыльце травмпункта. Ребёнка занесли в здание и около 11 вечера он уже был в роддоме. Ребёнка привезли в состояние охлаждения с температурой 35,7. Ребёнок наблюдается в палате интенсивной терапии. Проводилось согревание ребёнка. Ну и общее наблюдение. Он сосёт из соски, сосёт самостоятельно. Усваивает тот объём, который ему положен по его возрасту. 36-недельный ребёнок испытал сильный холодовой стресс, последствия которого ещё неизвестны. Выкарабкается ли мальчик, покажут в ближайшие дни. Сейчас, говорят врачи, он в пограничном состоянии. Учитывая, что ребёнок недоношенный, есть признаки его незрелости, есть признаки того, что, скорее всего, была перенесенная внутриутробная гипоксия, то есть страдание внутриутробное, ну, скорее всего, было. Не исключено, что мать курила или принимала какие-то сильнодействующие препараты. Сейчас главная задача врачей – не допустить осложнений. Нужно тщательно обследовать малыша, в том числе на ВИЧ и сифилис. Ребёнок стал первым найдёнышем в первом городском роддоме. К отказникам же здесь уже привыкли. Пополнит ли мальчик ряды детдомовцев или мать одумается и заберёт его – неизвестно. Однако этот случай ещё раз поднимает вопрос о бэби-боксах в щите. Сейчас они есть только в девяти российских городах. И пока идут споры о необходимости окон жизни, вчера на всё Подмосковье прогремела радостная новость. В Люберцах с запиской «Стас русский» в местный бэби-бокс положили младенца. Значит, будет жить. Юлия Тимошенко, Евгений Погорелый. Время новостей.